Выявить онкологическое заболевание на ранней стадии даже у пациента, находящегося на другом конце страны. Это реальность для специалистов Самарского онкодиспансера. Учреждение с 2014 года развивается направление телемедицины. На основе полученных снимков из районных больниц области врачи ставят предварительный диагноз, проводят диагностику злокачественных новообразований и назначают лечение. Телемедицинская сеть на сегодняшний момент объединила уже более 180 учреждений здравоохранения региона. Только в прошлом году было проведено около 700 телемедицинских консультаций с федеральными исследовательскими центрами и более полутора тысяч внутри региона. Врачи используют специальное программное обеспечение «Комета», которое обладает элементами искусственного интеллекта и помогает врачам находить на изображениях очаги заболевания, быстро ставить диагноз и сразу назначить необходимое лечение. Время на процесс описания исследования на консультацию сократилось минимум в четыре раза. И к тому же пациенту нет необходимости приезжать сюда в онкоцентр, в онкодиспансер для получения этой консультации. Он может получить ее у себя в медицинской организации в том или ином районе области. Повысить качество жизни в каждом регионе России с помощью телемедицинских технологий – главная тема Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, заседание которого прошло в Самарском медицинском университете. По словам заместителя председателя Совета Федерации Андрея Турчака, цифровые технологии – это ключ к росту эффективности медицинской помощи с точки зрения доступности, качества и скорости оказания услуг. Это доступ к лучшим врачам и практикам из любой точки страны. Более точные диагнозы и согращение врачебных ошибок – это возможность на расстоянии контролировать ход лечения. Сенатор подчеркнул, что телемедицина с ее широкими возможностями дистанционной помощи пациентам крайне важна, учитывая российские расстояния и удаленность населенных пунктов. На сегодняшний день цепочка консультаций между врачами, врач-врач, она выстроена, а цепочка консультаций между пациентом и врачом, она требует донастройки. Мы не говорим о том, что кардинальные изменения назрели, но донастройка необходима. Для реализации этих задач сейчас требуется обеспечить все медицинские организации необходимой компьютерной техникой, чтобы сотрудники могли пользоваться общей базой данных и подключаться к центральному архиву. В некоторых регионах уже есть успешный опыт в этой сфере. Например, Москва, Татарстан и Самарская область. Глава региона Дмитрий Азаров поддержал инициативы. Губернатор считает, что регион вполне может претендовать на то, чтобы стать одним из центров цифровизации России. По мнению Дмитрия Азарова, для этого есть все. Научно-образовательный центр, претендующий на федеральный статус, сильнейшие вузы и научные лаборатории, мощный куст промышленных предприятий, технопарки и территории с особыми налоговыми режимами. Внедрять ради чего? Ради процветания нашей страны, ради здоровья людей. Вот именно поэтому такая содержательная дискуссия, столкновение мнений и нацеленность на решения уже в ближайшее время. Потому что за каждым таким решением, повышение качества жизни, здоровья, спасенные жизни. В своем выступлении Андрей Турчак отметил, что Совет разработал проект о внесении изменений в федеральный закон об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации. В случае его принятия врачи смогут использовать телемедицинские технологии, чтобы проводить медицинский осмотр, ставить предварительный диагноз и назначать лечение. Также законопроект расширяет варианты идентификации пациента. В некоторых случаях, например, когда пациент обращается за помощью анонимно, или же когда трудности с идентификацией мешают оказать неотложную помощь, поправки делают ее необязательной. Помимо этого, корректировать назначенное лечение сможет не только лечащий врач. Сенатор сообщил, что законопроект будет внесен на рассмотрение Государственной Думы в ближайшие недели после консультации с Минздравом. Андрей Горгуленко, События.